Всем привет! Я снова приехал в Бучу. Сейчас я нахожусь в районе улицы Ивана Франка. Вот в этом месте, здесь, под тем самым большим дубом, весной, сразу после освобождения города, были найдены тела казненных гражданских. Там было 6 человек, их трубы были обуглены, потому что их пытались сжечь. Я тогда тоже здесь был. Я фотографировал эти тела. Фотографии есть в моем телеграм-канале. Я не могу их выложить сюда, прям добавить в это видео, потому что YouTube такое просто не пропустит. И если у вас крепкие нервы, вы можете посмотреть фото по ссылке в моем телеграм-канале. Ссылка размещена в описании к этому видео, просто чтобы вы понимали, о чем идет речь. С тех пор тела удалось идентифицировать. Стало известно, что одна из погибших, убитых российскими военными, это местная учительница. Также и другие люди, которые жили в этом районе, в районе улицы Франка, были тогда среди этих убитых. Сегодня я приехал сюда, чтобы поговорить с местными жителями, узнать какие-то подробности случившегося. Сейчас мы проедем и поговорим с людьми. Я знаю, что ее звали Тетяна. Батька я не знаю. Вы, конечно, знаете? Шипила Тетяна. Тетяна Ивановна. Тетяна Ивановна Шипила, да? Почему их убили? Их прямо уже спалили, там было людей шесть. Это кто был? Вона и родина? Да, сын, человек Ивана. И вот тут через сын живы двоих родственных братьев. Их как раз четырехи. Это в районе расстрелянки. А тут еще были расстреливания люди во дворах. Это все, вы не тут жили? Да, там два брата было, их расселяли. И вот эта двоэтажка, тут Ирия, человека и брата расселяли там, потом туда через хату человека и женщину расселяли. Никто не видел вообще, где они делись. Знали, что они прячутся в погребе, но они не выходили, то есть никто не знает. Когда ушли расисты, то просто их не обнаружили на месте и все. То есть непонятно, когда они пропали? Непонятно, когда они пропали, их обнаружили уже мертвыми. Там было человек пять, а кто это был? Шесть еще были соседи, вот с этой улицы соседней, муж с женой. А муж с женой, да, видели, знали, кто их убил, и примерно когда они уничтожили, и нашли их уже потом спаланих разом с семьей учительки. А почему их спаливали, тоже неведомо, да? Может, даже не знаю, тут лежало три трупы, их, ну это же человек Ирина, брат, лежали, их не забрали. Лежали трупы двоих братов, которые хата самокрайню, где разбоглили, их тоже не взяли. Почему этих и этих шесть человек, никто не знает. А там были дети, вот, здавалось, что там дети были? Нет, 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 это все были доросли. Да, сначала была информация в фейсбуке, что это были дети, но потом сказали, что было еще спаление трупов, но они не на этой улице, и там уже были дети. Значит, машину расстреляли, и, ну, хотели спалить, как бы, следы за местом, не знаю. Ну, просто чем им могла учителька там помешать? Ходят слухи, что они ходили за списком, и она была в том списке, как учителька, не знаю. Вот в этом доме, который стоит за моей спиной, и жила учительница, казненная российскими военными. Сегодня российское правительство утверждает, что якобы никаких массовых убийств в Буче не было. Ну, знаете, это все нам показалось, или мы выдумали это все фейки. То есть вот этих людей, которых убили, от которых остались вот такие пустующие дома теперь, якобы их никогда не существовало. Ну, или мы их куда-то спрятали. Но вы знаете, здесь, в Буче, люди, каждый человек, который здесь живет, все знают, что на самом деле произошло. Здесь никому невозможно рассказать, что этого не было. И всем, кто сомневается или думает, что российское правительство на самом деле говорит правду, им достаточно просто приехать сюда и поговорить с местными жителями. Этого достаточно, потому что здесь каждый расскажет, что на самом деле произошло.